Мы снова возвращаемся во Владивосток, на Восточный экономический форум. За его работой следит моя коллега Александра Суворова, и она выходит на прямую связь с нашей студией. Александра, здравствуй. Так как начался второй день форума? Ксения, доброе утро. На самом деле, второй день форума, он центральный. Сегодня проходит пленарное заседание. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, также почетные гости. Во-первых, это президент Республики Корея и премьер-министр Японии Синзаба. Кстати, вот японской повестке сегодня уделено утром уже большое внимание. Уже прошла встреча первого вице-премьера Игоря Шувалова с назначенным министром торговли, экономики и промышленности Японии господином Цека. Давайте посмотрим фрагмент из их встречи. Никогда в наших двусторонних отношениях не было подобного рода японских инициатив по экономическому сотрудничеству. И те восемь проектов, которые были представлены в Сочи, и то, как вчера господин Абу представил структуру взаимодействия и наполнения конкретными проектами, все дает надежду на то, что мы, конечно же, экономическое сотрудничество с вами будем реально развивать. Также сегодня с японским министром встретился и его российский коллега Алексей Улюкаев, министр экономики. Говорили в том числе и о развитии малого и среднего бизнеса, и было подписано соответствующее соглашение. Утром сегодня, дело в том, что уже в Владивостоке 11 часов, уже идут две сессии крупных. Во-первых, обсуждают сегодня биоразнообразие и поддержание экологического баланса на Дальнем Востоке. Везет эту сессию ведущая нашего телеканала Мария Маргун. Обсуждают то, как, несмотря на привлечение большого количества инвестиций, кстати, только вчерашний день было подписано контрактов на 1 триллион рублей. И вот при всем при этом, при открытии новых производств, новых заводов и фабрик, как сохранить и поддержать тот естественный биобаланс, который здесь есть. Дело в том, что даже если посмотреть на программу вчерашнего дня форума, очень много идет мероприятий в защиту дальневосточных животных. Например, утром был вчера благотворительный забег в защиту амурского тигра и байкальского леопарда. И также уже вчера назвали одну из набережных леопардовой. Вот как раз о том, как поддерживать баланс, и сегодня говорят в одном из залов здесь, на территории ДВФУ. Сколько средств предусматривается на проведение этих 234 мероприятий? Могу озвучить конкретную цифру. 194 миллиарда рублей. Внешне кажется очень солидным. Но хотел бы пояснить, что из этих 194 миллиардов, 84%, то бишь 163 миллиарда рублей, это частные средства. Это средства компаний металлургических, горнодобывающих, Газпрома, Роснефти и многих других компаний, которые, осуществляя свои корпоративные планы, например, даже по повышению энергоэффективности, будут вкладывать такие средства в течение одного года. 12% расходов оставшихся – это региональные средства, и только 4% – это федеральные расходы, расходы федерального бюджета. Вот именно такие средства будут потрачены на проведение года экологии в России в следующем году. Отдельно был поднят на сессии вопрос о строительстве мусороперерабатывающих заводов. И здесь прозвучал вопрос, какой именно бизнес будет задействован при строительстве и реализации этих проектов, российский или зарубежный, и кто сегодня проявляет интерес? В России, в первую очередь, мы хотим задействовать здесь и простимулировать. Для этого, как я уже сказал, и введена так называемая ответственность производителей, вот эти экологические платежи будут. Мы уже утвердили уровень утилизации ежегодно по каждому виду отходов и платежи, которые будут стимулировать на утилизацию этих отходов. Но и иностранцы тоже активно здесь заинтересованы, участвуют на рынке. Могу сказать, та же компания «Ростех», она собирается строить заводы по технологии, которые они совместно отрабатывали с швейцарцами и японцами. Как я уже отметила, почетные гости в этом году не только Япония, но и Южная Корея. И один из пяти межстрановых диалогов, которые проходят на площадках Восточного экономического форума, как раз посвящен взаимодействию России и Южной Кореи. Сегодня эта страна занимает 20-е место в объеме инвестиций в российскую промышленность. Все-таки отстает на сегодняшний день от объемов, которые идут со стороны Китая и Японии. Сегодня есть, как заявляли на этой сессии, все возможные стимулы для инвесторов их прихода сюда, на Дальний Восток, в том числе и территория опережающего развития и свободный порт Владивосток. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка как раз приглашал своих коллег из Кореи работать здесь, на территории Дальнего Востока. Среди тем и отраслей, которые сегодня интересны, и взаимодействия в первую очередь, это строительство медицинского центра на территории свободного порта Владивосток. Также обсуждались и совместные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства. Вот, пожалуй, к этой минуте у меня все. Ну а затем, что здесь происходит на полях Восточного экономического форума, мы будем рассказывать уже в следующих прямых включениях. Ксения. Александр, спасибо. На связи с нами с Острова Русский, где стартовал второй день Восточного экономического форума, была моя коллега Александра Суворова.